Прошу вас рассмотреть и поддержать наше предложение о присвоении почетного звания нашего города Встряпча Николаевича Посмертного. 25 лет он руководил наше управление здесь в городе, строил объекты, личное строительство объектов с самим назначением. Буквально построил здесь город. Он родился 9 мая 2010 года в далеком штабнополе в селе Алексеевка. После школы и института для технического он был начальником местного сплава. Потом он участник в Пухово-Инфинской войне, Отечественной войне, начальник ранений, правительственной награды. И с 45-го года, после войны, по 56-й год он участвовал в строительстве Куджевской области. Последняя его должность была начальник правобережного берега города Курюшева. С 56-го года вместе с Иванцовым Николаем Максимовичем по назначению министерства они прибыли сюда в город Калаков на строительство нашей крест, которая сейчас называется Саратской. Буквально, значит, он являлся заместителем Иванцова, значит, около года, и началось формирование коллектива. Ну, вы сами знаете, что в те годы, в 56-й год, наш город был в численности 28 тысяч человек. И, безусловно, значит, со временем строя карьеры всенародной, сюда приехал очень большое количество народа. И первые люди, которые здесь были, в 56-м году, они жили на пароходе, в вагончиках. И буквально в конце года Саратчеву было поручено, значит, возглавить управление по жилищному строительству и объекцию, сколько бы то нашел город. Управление называлось Сочи Кири в свое время. Значит, это управление я вот с 56-го года. В 58-м году я мальчиком в 16 лет пришел в это управление. И представляете, значит, в 7 лет я работал карничником, мастером, правом, начальником производства. А 12 лет из 30 лет, которые я проработал в Руссрое, я работал освободен в 4-м квартирном капитете. И вот здесь надо сказать, что создавая этот коллектив уже в 70-е годы, он получил название специализированного управления. Что это такое специализированное управление? Это было создано управление новых работ, которое занималось только земляными работами, изготовлением фундамента для объектов жилья и объектов, сколько бы то. Дальше шло общестроительное управление, где я работал 18 лет, которое занималось кирпичной кладкой и монтажом сборных домов. Первые дома поступались, маску привезли, грязну по нам, где его монтировали. Ну и потом мощь набрал наш завод. И уже буквально в 70-е годы наш коллектив сдавал около 70-ти шпажатных метров жилья, за несколько лет строила школа, значит, детские сады и, соответственно, объекты соцсультуры. Буквально с приходом в 76-м, который сжигает, Геннадий Павлович, отстановка в городе резко поменялась. Значит, им были приняты меры, чтобы не отвлекать наш коллектив на другие строки в городе России. Буквально здесь сконкредбирует все силы. Затем Геннадий Павлович большие усилия направил на работу, усиление работы тоже, который выпускал оконные, сентяберные изделия для жилья. Большое значение придало заводу КПД, который в 2-3 смера начал выпускать панели для монтажа домов. Вот, а также им были приняты меры по усилению работы 1-го, 2-го, 3-го завода по выпуску железнодорожных изделий. Это плитки, передучки, катушечки на жилье. Буквально в 80-е годы уже это наросло и результаты. Наш коллектив стал сдавать свыше 100 тысяч квадратных метров в ход. Буквально за год два детских садика строились и отделались. И за два года сдавалась школа. С отделки совсем значокого она не наществовала. Кроме того, наш коллектив работал на строительстве 1-го 2-го блока, уже здесь прижигали, и отделкой всего машинного запаса «Радская грязь», который сегодня считается самой лучшей и красивой среди всех станций по Волжии. Вот такой план нашего управления был в развитии этих дел. Значит, за этот период в нашем управлении были построены гипотеатр «Космос», гипотеатр «Россия», гипотеатр «Мир», значит, гостинец «Чай». И вот это замечательное здание, в котором мы сейчас сидим. То же наше управление делало, то же отделало. И мы здесь душу и сердце вложили в это здание. Я уже в руке секретаря подкома все время контролирую ход работы на этом здании. Значит, за большую работу, как уже было сказано, Николай Ильич был награжден лауреатом преги, РССР. Затем был присвоен почет дослужный строитель России и много других строительских наград. Что я должен сказать? Что, значит, три основных направления, в которых внес значительный вклад в развитие строительства нашего города, это первое, когда они приехали сюда на Староцкую ГЭС, местом Арсовки. То есть щели, которые были необходимы для бетона, привозили с Урала. Это большие были огромные затраты. И он с группой энтузиастов стал искать местные материалы, чтобы привязать их. И буквально в период скидковой карьеры в городе Пугачево были найдены такие материалы, которые соответствовали госту. И вот это огромное количество бетона было уже изготовлено с этого материала. Изучая этот материал, Старябчик внес предложение и у себя, открыл мастерскую по изготовлению плит в рамках. Из этих клыб стали резать плиты, которые пошли на школы, на предприятия, где очень интенсивный проход был. И представляете, уже вот 40 лет прошло, вот я хожу по школу, и до сих пор стеновые панели, полы, влечные клетки, все находится в хорошем состоянии. То есть идет подкраска, подкраска, а у нас остался вот такой вклад. Третий вклад его был, это открытие арганита. В этом же период скидковой карьере он открыл камень арганит. Это красный камень с белыми прожилками, из которых стали изготавливаться красивые шеи изделия. Такая выставка была сделана, и он предложил Александру Максарху за счет выставку показательного дыреха. Но получились разногласия, и Стрябчик на 81-м году, на 74-м году в жизни, вынужден был уйти из жилстроя. Через два года он пришел к Кутовскому, и в течение восьми лет на обравленном заводе, который он обращал в мебель и бабыке, началось производство арганитов и земли. А выставку, которую Саратовка строит, сделали, находилась в уравленческом Саратовке, и исчезли все, и бесследно исчезли. Вторую выставку, которую он подготовил, для них Борисович Кутовский, хотел разместить в Париже, во Франции. Такая выставка была готова. В 92-м году ее показали во Франции. Она была распространена, но сряд, чтобы он не мог, в состоянии здоровья, ехать туда. И в 93-м году, на 83-м году, его не стало. Поэтому сегодня много замечательных людей носит с вами почетного гражданина города Балакова. Это Мелико Дмитрий Федорович, Бутовский Леонид Борисович, Валеткин Анатоль Тихович. И нам очень хотелось всем ветеранам, чтобы это имя тоже осталось у нас в памяти, для нашего города. Он этому достал. Спасибо за внимание.